Как будут бывшие отношения? Вот смотрите, вот у вас новая семья, допустим, есть дети. Допустим, мужчине. С детьми надо общаться, но с женой бывшей не надо строить близкие отношения. Просто вот отношения по поводу детей. Там спросил, сказал, все. Но если ты начинаешь там с бывшей женой, то ясно ты будешь портить отношения с настоящей. Она никогда это не примет в твоей жизни. И ты говоришь, ну это же мои дети, мне надо с ней отношения поддерживать. Смотря какие отношения ты хочешь с ней поддерживать. Она постоянно оттягивает. Конечно, будет оттягивать. Будет оттягивать, да. Надо его обучать, мужика обучать надо. Обучать себя вести с бывшей женой надо. Вот смотри, ты слышите, да? Он говорит, бесполезно. А я вам говорю, мужчина медленно обучаемый. Нет, мужчина-то обучаемый, там жена душа не обучаемая. Ну и что? Ну и что? Ну и как что? Все зависит от него. Если он ведет себя нейтрально, она ничего не сделает. Вот попробуйте попляшить вокруг меня. Ничего, я нормально. Я нейтрально себя веду. Да всякое бывает. Я спокойно, нейтрально себя веду просто и все. Обучите мужика своего. Он медленно обучаемый. Обучайте, обучайте, обучайте. Когда он поймет, как себя вести, вы успокоитесь. То, что она так себя ведет, ну ради Бога, это ее выбор. Чего вас это волнует? Главное, чтобы он не реагировал. Как не реагировать, я говорю, он даже не хочет поведить. Ну и что? По-доброму с ней говорить. По-доброму можно по-разному. Вот смотрите. Я вот сейчас по-доброму с вами говорю? По-доброму. А сейчас? Тоже по-доброму. Чувствуете? По-разному, то есть по-доброму. Надо просто правильно по-доброму себя вести. Не наслаждаться бывшей женой. Вести себя нейтральное отношение. Не искать счастья в ней, в отношениях с ней. Мужа обучайте. А как, вот, дай ребенка, и кто начинает по полейникам, а то вы не понимаете? Хорошо. В этой ситуации виноват муж или это ваша судьба? Ваша судьба. Наверное, видите? Вам надо переключиться сначала на это. Потом понять, что я виноват, а не он. Потом Бог вам знает, да, знание, в чем вы виноваты. Сейчас вы находитесь в состоянии боли. Когда человек находится в состоянии боли, он знания принять не может. Вот, допустим, ребенок плачет, ему объяснить, в чем проблема невозможна. Его надо сначала успокоить. А успокоить, в конце концов, сильно успокоить, означает принять судьбу. Поэтому я вас просил, муж виноват или ваша судьба? Видите? Если это виновата ваша судьба, тогда вы можете глубже попытаться понять свою судьбу. И понять, почему Бог так сделал, что вы страдаете из-за того, что есть дети не от вас, у вашего мужа. И ваша мысль приведет вас к вашему прошлому. И вы увидите в своем прошлом ошибку, которая привела к этой проблеме. Уже в этой жизни эта ошибка произошла. И вы получили эту проблему, уже ошибкой совершая в этой жизни. И тогда вам легче будет жить уже. Вы поймете, за что вы наказаны. Но для этого надо сначала принять судьбу, чтобы понять свое наказание. А вы сейчас в гневе. Вы просто сейчас коцаете всех и все. Но от этого ничего не меняется. Женщина должна выходить из этого состояния. Это божественная энергия покоцать всех. Женщина может в нее войти. Страшная энергия, разрушающая все вокруг. Но это не способ жить. Я чувствую, что вы прямо жаждете вопросов уже. Иначе, когда люди начинают спрашивать, без моего разрешения, значит пора уже ответ на вопросы делать. Ну по теме давайте, вот вы женщины. Да? Микрофончик есть у нас? Вот. А, ага. Знаете, я уже давно борюсь за сохранение своей семьи. Очень успешно. Да, и вот особенно в последний год я вообще конкретно взялась. Взялась, молодец. Из-за себя вот, то есть со всех сторон. 35% судьбы вы победили. Это очень много. Когда будет больше 50, то у вас будут кардинальные изменения в жизни. Сейчас пока опасность есть, но она уже меньше. Еще 15%, 16% и все, и вы перевесите. Ну да, результаты, то есть он, как бы я его увидела. То есть он начал обменяться, приведет в сторону прощения, просить где-то, что он знает, что он прав. А вы слушаете все остальные женщины? Слушайте все женщины. Когда человек судьбу побеждает, это очень ценное знание. Оно вселяет веру. Рассказывайте. Ну и, конечно, поведение его как-то не поменялось. Он память, что он постоянно зимой уходит. Гулящий. Нет, нет, не гулящий. То есть он... Бродящий. Бродящий. Да, все он память. Что вы ему что-то перегистрировали. А, и все, я... Бродящий, бродящий. Ну то есть вот это поведение. Мужчина, вот он бывает гулящий, бывает бродящий, бывают пьющие, курящие, гулящие, то есть играющие. Ну то есть это поведение вот у мужчин трудноменяемое. То есть у каждого мужчины какая-то брешь есть внутри. Надо разгадать, потянешь ты это или нет в жизни. Стало ли к дочке лучше относиться? Прямо у них как-то отношение к цели восстанавливается. Как-то вот дом стал лучше. Принеси тут. Так. Но, тем не менее, у нас, у кого училась такая ситуация по месяцу назад, и он говорит, все, я вот, все. О, это понты. Понты. Понятно. Уходи, да. Ты же хотел уходить, ну вот, угоди со сломанной ногой. Вот это супер, когда вот с мужчиной так, он начинает ценить. Это реально. Можно в шутку так сказать. Ты уходи, ну, уходи. Я говорю, что ты сейчас-то не уходишь. Я говорю, как ты думала, что ты знал, что ты сломался, чтобы ты не туда идешь. Нет, не так надо, неправильно. Надо сказать, вот что со сломанной ногой-то не уходишь. Шутку так. Потому что он ушел, а потом будет сломан. Он ушел. И пришел лечиться к вам, да? Нет, ну, пришел. Ну, как бы там, нормально, все, он как бы уформлен на связи. Ага. А, вот так, да? Тогда тянуть надо. Не, не маленький срок, не надо. Нет, надо сейчас срок ставить. Не, не надо. Вы нервничаете, это уже неправильно. Нужно терпеть. Молиться, терпеть. Если он вам звонит, хорошо, как вы разговариваете. Если мужчину повело, надо по-доброму с ним, тянуть его. Когда пришел, пилить. Ушел, тянуть по-доброму. Пришел, чуть-чуть воспитывать, подпиливать. Чтобы он как бы... Ну, когда он ушел, его не надо воспитывать. Ушел, не надо воспитывать. Ну, ушел же, все, что его воспитывать? Есть связь, контакт, есть, используйте контакт, чтобы тянуть, по-ласкому себя ведите, по-доброму, как бы, все. Чтобы его тянуло назад. Пришел, дальше воспитывайте понемножку. Чем сильнее привязать, тем больше воспитывайте. Так его давно надо было оставить в покое, но не бросать. Стать самодостаточным нужно. Самодостаточным. Думайте о Боге. Силу в Боге найдите свою. Боге силу найдите. Вы станьте сильной. Ну, мужа не бросайте. Возвращайся. Все. Будем жить. Но при этом вы не зависите от него. И тогда вы можете ждать спокойно с ним, общаться, по-дружески, беседовать. Спрашивайте у него советы. Учение же нравится, говорит, советы. Будете спрашивать советы, что вы зависите от него, показываете. Он будет возвращаться. Но проблема в том, что вы действительно его теряете, потому что вы от него зависите. Вы из-за этой зависимости его и возвращаете. А надо зависеть от Бога. Бог вам уже дал возможность побеждать судьбу. Он не может вас сейчас бросить. То, что он к маме поехал, это все понты. У вас уже есть 35%. Это очень большая сила. То есть он просто так нет основания у него бросить. Ваша судьба идет в другую сторону. Он не может вас просто так бросить сейчас. У вас уже очень сильная позиция. Но вы слабы в отношениях. Вы потеряли себя в отношениях. Унижение. Нужно стать самодостаточно сильной, красивой. Женщина должна быть красивой в отношениях. Мужчина смотрит на нее, она такая. Вот знаете, как, допустим, люди знакомятся, почему мужчина выбирает какую-то девушку? Потому что ей так хорошо без него. Она такая счастливая, довольная у себя, классная у нее. И он говорит, ты меня любишь? Она. Посмотрим. И он добивается ее. Если бы она сказала, да, люблю. Ему это неинтересно уже все. Но если она такая, как бы, виляет с ним хвостом, ему интересно. Но не то, что она к другим убегает, а просто, как бы, показывает, что добивайся. Вот так надо и с мужем себя вести, когда он умотал к маме. У нее к маме умотал муж. У нее муж не изменяет, он хороший человек. Он просто... У нее муж, он... Да, впечатлительный. То есть он не может принять, что у женщины сильнее характер, чем у него. Часто мужчины не могут просто это понять, что у женщины характер сильнее. Он думает, женщина должна быть такая слабая, вся такая податливая. А когда он глубину женщины видит, что она такая сильная, как бы, непреклонная внутри себя. Мужчины часто не могут это принять. Они капризничать, начинают ломаться. Ну, просто ему тяжело с вами. Как бы, он видит характер и не справляется. Устает, уезжает к маме. Надо еще человеку понять, в чем проблема. Может быть, вам надо научиться как-то посмиреннее себя вести с ним. Он тогда воспрянет как-то, станет покрепче ему с вами отношения с тобой. Женщины должны изучать отношения. Часто женщина вот естественно себя ведет, как она ведет себя в жизни. И перегружает мужа. Он не выдерживает. Надо стать помудрее, вдохновлять мужчину. Быть строго, если он обнаглел. Надо быть гибкой. Иметь силу внутреннюю и смотреть, управлять ситуацией. Обнаглел стать строгой. А так, как вы служите, ему он начнет благодарность испытывать. Он уже сейчас испытывает вам благодарность. Поэтому вас не бросает. Потому что вы вложили уже в отношения. Он уехал, но не бросает. Благодарен вам. Поэтому общается с вами. Это значит, что он не может бросить. Благодарность не дает человеку бросить. Не беспокойтесь ни о чем. Вам сейчас лучше раздельно жить, потому что вам вы обретаете себя. Вы как бы успокаиваете, отдыхаете. Больше с Богом общаетесь, молитесь, развиваетесь. Поддержите добрые отношения с ним. Не надо гордиться собой. Им условия ставить, типа, до октября, там, до ноября. Ну, как бы, что вы приобретаете? Ничего не приобретаете. Стать самодостаточной, сильной. И не против. Быть не против, чтобы вернулся. Но если вы тянете, он отказывается. Когда человека тянуть, он отказывается. Если я вас сейчас кого-то тянуть начнете, вы будете брыкаться. Вот, допустим, даже человек цветы мне приносит, несет цветы, мне дает. Я раз за цветы, ему не понравится это. Вот он принес цветы, все хочет мне дать, а я раз и беру. Спасибо, давайте. Он скажет, нет. У меня такое было уже. Я специально провел эксперимент, людям показал. Девушка была согласна. Я говорю, давай сейчас с вами проведу эксперимент. Она пошла мне цветы дарить. Она говорит, ну давайте. Я начал, подбежал к ней, такой, прям встал с места, побежал к ней, подбежал. Говорю, ну давайте, давайте цветы. Она говорит, я потом дам. И пошла садиться на место. Не согласилась. Тянешь, значит, обратная реакция. Тянешь, это привязанность, это не любовь, это жадность, это эгоизм. Тянуть человека на себя, эгоизм. Никогда так не надо делать. Всегда нужно дать свободу в сердце человеку. Но внутри молиться, чтобы сохранились отношения. Но и так же его не выгонять тоже. Это обратная сторона медаль. Пошел вон, иди сюда. Это все привязанность так действия. По-доброму относиться, любить, заботиться. Как у тебя дела? Все хорошо, молодец, спасибо. Будь счастлив. Но если ты привязан, ты не можешь так говорить. Тебе хочется ему что-то сказать такое, чтобы он или пришел, или ушел, что-то над этим делать. Это ваша проблема, а не его. Надо к Богу быть привязан, а не к человеку. Будьте самодостаточны, станьте самодостаточны. Не привязывайтесь к человеку. Вера в Бога означает, на него надеяться, а не на человека. Человек тогда возвращается. Это чудо. Но так-то надо жить. Спасибо, Аллаш. Я желаю всем счастья. Это самое сложное, то, что она сейчас спрашивает. Самое сложное и самое главное в нашей жизни научиться молитве. Люди, сколько бы они ни слушали, часто они не понимают все-таки, как действует молитва. Поэтому это такой сложный вопрос. Вроде бы простая вещь, надо изучать глубже, глубже, глубже всю жизнь. И тогда просто огромная сила приходит внутрь. Да? Нет, это неправильно. Надо часто молиться. Надо один раз молиться, но подолгу. Лучше не часто, а один раз, но подолгу. Часто, понемножку, никакого толку нет. А может быть толку нет? Конечно. Вот, допустим, бегать часто, понемножку, никакого толку. Организм лечится. Ага. Ага. В 7 часов, да, заканчивается лекция? Да. Организм лечится, когда человек бежит спокойно, радостно, не торопясь, но долго. Начиная с 40 минут пробежки уже начинает серьезное лечение. А если человек полтора часа бежит, то коренные изменения в организме происходят. Коренные изменения. И вот 40 минут до полтора часа это уже называется победа над судьбой. А до 40 минут, когда человек бежит, он разбегивается, то есть он потихоньку медленно, спокойно, да, не торопясь. И радоваться людям, жизни всем рады. Так же в молитве тоже. До 40 минут это просто разбежка. То есть это судьбу не побежает, дает настроение хорошее, характер изменяет, но судьбу меняет, когда молитва будет после 40 минут. Почему 40 минут? Потому что есть такое понятие 48 минут. 48 минут это очень важная временная единица. Раньше люди не часами мерили пространство, а 48 минутами. Это на санскрит называется мухурта. Это время. И вот это время, оно является очень ключевым в жизни человека. Когда человек больше 48 минут что-то делает, допустим, то у него глобальные изменения происходят. Ну, имеется в виду, если он молится там, или бегает, или зарядку делает там, ну, что-то такое. Не, неправильно. Видите, одна и та же ошибка. Тысячу раз объясняю людям, и они все равно тысячу раз делают одно и то же, и все неправильно. Не надо молиться о всех и о муже. Надо молиться Богу и думать только о нем. Все остальное делает Бог сам. Поймите, что Он знает все ваши проблемы. Как некоторые диктуют как бы Богу что надо делать. Понимаете, классика как бы жанра. Вот. И иногда это просто ну как бы ну смешно и просто шутят над этим. Мне вот такую шутку прислал один знакомый. шутка такая. То есть стоит такой хомячок с руками сложенными вверх такими и молится. Хочу толстый кошелек и тонкую талию. Прошу Господи смотри не перепутай. Да Господи знает что вам надо. Вот это вот все вот то что вы вот это делаете это не молитва вообще в принципе. А молитва вот что. Когда человек в молитве забывает про себя и про свою проблему а просто думает о Боге кланяться ему и застывает в отношениях с Богом о нем думает а проблема у него из памяти уходит в этот момент когда у него из памяти проблема уходит эту проблему начинает решать Господь потому что в ведах объясняется что пока я сам думаю о проблеме Бог туда не зайдет. Мы не пускаем Бога мы верим в себя в свои силы но когда я забыл про проблему и сказал Господи я хочу думать о себе сам решай решать эту проблему не решать вообще это не мое дело это твое дело сам реши вот тогда она начинает проходить поэтому надо отвлечься от всех и просто думать о Боге просто служить ему со всех сил вы поймите что это очень трудно отвлечься от проблемы вам будет не пускать у вас психика будет рваться но когда вы сможете думать о Боге и забудете про проблему в этот момент начинается победа над судьбой и реальные изменения в жизни начинают происходить сначала у вас появляет спокойствие по поводу проблемы то есть вот сын там дочь там муж вы о них вспоминаете и в сердце память о них становится спокойнее это первая стадия победа над судьбой память о людях спокойнее становится вам легче о них вспоминать вторая стадия вы не просто помните о них а начинаете разговаривать с ними и вы спокойно можете разговаривать допустим одна женщина говорит олег иначе я вот молюсь мне вроде бы легче стало думать но у меня сейчас интересный момент такой произошел я раньше так была обижена на мужа что я не могла с ним даже поговорить меня просто рвало изнутри я не могла просто с ним поговорить так сильно он меня предал а сейчас я вот молюсь и я разговариваю с ним как с приятелем то есть он бросил ее я говорит разговариваю с ним как по-доброму спокойно и вообще у меня в сердце нет ни обиды ничего на него я говорю вот это вторая стадия уже это значит что скоро он вернется уже да вот так пошло вот так в сердце ты разговариваешь с ним дружишь просто по-дружески как бы ты не против его жизни там все хорошо к нему относится и дальше уже у него возможности предавать тебя уже нет потому что почему он с другой-то живет потому что ты наказана за что-то а если вот эти две стадии прошли значит наказания уже нет все оно закончилось практически и теперь только жди когда у него там начнется нервотрепка с этой дамой и его потянет куда там где у него есть любовь назад в теплое отношение к жене все это третья стадия он меняет свое отношение и возвращается я понимаю я просто вам рассказываю как происходит дальше победа над судьбой если человек смог отвлечься от своей проблемы и думать о Боге но если он этого не смог сделать шансов победить судьбу никаких нет хоть ты целый день молись и думай о своей проблеме и проси Бога там тонкую талию толстый кошелек хоть там целый день это делай ничего не поможет молитва такая прославляющая Бога вера ваша внутри веры есть разные молитвы молитва короткая которая имеет в себе обращение к Богу или имя Бога прославление Бога и способность не обращать на себя внимания то есть ты не на себя акцентируешь внимание в молитве она Бога думаешь о нем вот как допустим вот эта молитва Мария Дева радуйся пресвятая Богородица о себе что-то есть нет нет человек говорит о Боге прославляет Богородицу все вот такая молитва побеждает судьбу человек прославляет Бога думает о Боге любит его и забывает про себя короткую молитву на четках много раз час повторять одно и то же бьете в одну точку постепенно постигаете эти отношения с Богом и в это время Бог побеждает вашу судьбу он это делает а не вы а когда во время молитвы картинка и потом она уходит была она церковь в память картинка если это алтарь или святой человек это Бог вам показывает чему молиться он как бы дает вам способ побед над судьбой если это картинка то кланьтесь этой картинке служите ей поклоняйтесь любить не надо обращать внимание на видение то есть цель служения а не картинки часто люди вдохновляются эффектами это называют спецэффекты допустим человек молится и такой ой у меня в сердце такое произошло вот забудьте что произошло твоя цель это думать о Боге кланяться ему а что у тебя в сердце произошло не обращай внимания это спецэффекты не надо об этом сильно думать это то что тебя наслаждает твоя цель же служить а не наслаждаться Бог дает знания так же ты молишься молишься бац вот ты какой северный олень вот забудь об этом узнал хорошо дальше служи Богу думай о нем перестань концентрироваться на знании так же продолжай служить ближе микрофон конечно она для этого для победы судьбой предназначена вот чей наш конечно на четках и правила себе установить один раз повторила бусинку передвинула нет что так ой это большая проблема как как меня один человек спросил говорит Олег Геннадь а где взять коровий навоз я говорю есть такие передвижные фирмы говорю вот они производят коровий навоз она едет идет фирма такая идет и как бы раз из нее шлеп все произведено часть навоза произведено можешь взять как бы так и четки тоже четки нет что так Олег Геннадь большая проблема здесь четки продаются нет вот продаются четки идите купить проблему нашла тоже утром запомните всегда все что связано с победой над судьбой только утро это и здоровье и молитва и отношения с людьми только утро побеждает судьбу потому что утром солнце поднимается вверх вечерние молитвы помогают расслабиться успокоиться вести себя в гармонию с людьми они для отношений поэтому их лучше делать вместе с женой с детьми взяли сели почитали жития святых посмотрели нравственный фильм обсудили это для любви вечернее время для любви дневное время для работы ночь для сна или для зачатия детей если кто-то зачатает детей с утра дети рождают чувствительными днем больными вечером психически больными а ночью здоровыми потому что во время зачатия луна должна светить она охлаждает психику и дает здоровье ребенку и матери которые вынашивают это ребенок не думать не думайте об этом это вызовет у вас гордость вот видите тем более вот сзади женщина с светлой волос да вы садитесь вы хорошие все на самом деле все люди на востоке очень открытое сердце очень добрые такие вот допустим я когда читаю на западе лекции они тоже хорошие все но они слушают такие просто так вопрос не задают если я спросил они говорят то есть они такие немножко зажатые а в Сибири люди открытые они открытые такие как бы сердечные с ними легко общаться без проблем садитесь садитесь я тоже хорошо хорошо давайте я вам расскажу но это очень тайное знание вы можете у вас в сердце может протест начаться но это очень тайное глубокое знание первое что вы должны понять что отношения с Богом можно делать строить по разному в целом существует концентрация на звуке на своем молитве означает с любовью произносить думать о том как я произношу это один тип людей второй тип людей ему легче концентрироваться на образе и кланяться образу не надо на него не смотреть а кланяться ему нужно служить или верить как Богу это тоже служение третий тип людей вспоминает сюжеты какие-то допустим из жизни святого человека историю и вдохновляется этой историей ей кланяться четвертый тип людей ему надо допустим настраиваться на какую-то мысль философскую вот он понял какую-то мысль и он этой мысли кланяться ну то есть надо найти свой тип вот как вам лучше как вам для вас я допустим слушаю звук старшего и на него настраиваюсь и поклоняюсь этому звуку не музыку а молитву именно она лучше чтобы пелась молитва так легче читать вместе с ней теперь что такое бог или кто такой бог правильнее сказать поймите что это самое сложное в этом мире допустим большинство людей вообще не могут понять что бог есть они считают что этот мир создан из комбинации как бы химических элементов сознание возникло из материи они думают вселенное возникло из точки которой сначала не было потом она взорвалась и расширяться начала в общем полный бред так если с позиции здравого смысла то полный бред начнем хотя бы с того что допустим как вот этот организм у которого миллиарды клеток как он само собой функционирует правильно и когда ты говоришь почему у меня печень больная она вдруг становится здоровее если это само собой происходит тогда как работает вот твои мысли которые хотят чтобы все было правильно и почему ты когда у тебя есть какое-то уродство ты говоришь какая несправедливость причем справедливость если тут одна комбинация химических элементов работает никакой справедливости вообще нет понимаете это полный бред вот эта теория мы вообще ничего не знаем мы не знаем как контролируется организм допустим я беру допустим пищу ем и дальше я не знаю как там миллионы процессов происходит химических и все синхронно и все нормально допустим взять обычный завод там куча менеджеров надо чтобы все проследить как все делается а у нас в организме все делается миллиарды процессов пилигранно проходят в организме сами как мы говорим автоматически это полный бред думать что это автоматически происходит это атеисты вот они полные бредовики затейники вообще вот и потом дальше самое интересное заключается в том что когда надо пищу выпустить я вот не знаю что там происходит внутри но когда надо выпустить так оп надо с лекцией бежать а то как неудобно вот понимаете то есть и самое удивительное заключается в том что нам очень комфортно мыслить так о Боге что его нет нам комфортно поэтому так мыслим это не потому что здесь все хаос какой-то здесь гармония полная в этом мире здесь нет хаоса но люди просто так развиты это первая стадия развития личности называется атеизм то есть человек не может принять что Бог есть что в этом мире кто-то управляет всем ну какой имеет право вообще я не согласен просто не понимает что тот кто управляет он любит миллиарды раз сильнее чем мы можем себе представить и поэтому все нормально можно расслабиться не надо думать что тот враг врагом является тот кто управляет вот вторая стадия сравнивается с тем как человек воспринимает солнечный свет поняли атеизм это первая стадия отношений с Богом его нет вторая стадия сравнивается с солнечным светом вот допустим человек сидит это помещение солнце светит солнце не видно а свет есть и человек радуется свету он думает Бог это свет или счастье или сияние или удача то есть он воспринимает Бога как энергию он говорит Бог это счастье Бог это удача это сияние это вторая стадия ты не перешагнешь через нее никто не может перешагнуть третья стадия человек начинает Бога воспринимать как что-то оформленное это не просто свет а вот есть где-то вот он какой-то какой непонятно но какой-то он есть как что-то конкретное да а что непонятно это все равно что человек увидел солнце он видит диск он светится он говорит о это оттуда свет идет а что это такое солнце ему непонятно и третья стадия самая сложная и редко достижимая когда человек неожиданно для себя в результате серьезной молитвы служения Богу неожиданно для себя человек увидел личность перед собой личность Бога не личность человека а личность Бога сразу у всех возникает практика какая личность Бог не личность а я личность но если ты личность тогда почему Бог не может быть личностью что ты лучше чем Бог мы себя считаем лучше чем Бог поэтому мы не допускаем что Бог может быть личностью вот в этом вся заглушка и у личности есть имя Иисус допустим Аллах там и так далее понимаете то есть у Бога есть разные имена почему потому что у людей есть разные отношения с ним И большинство людей уверены, что только мои отношения с ним правильные, и Бог это только вот так, а так вот не Бог. Но можно разобраться, так это или нет. Потому что веды говорят, давайте проанализируем, есть признаки. Допустим, Бог один, это факт, но отношения он строит со всеми разные. И есть признаки присутствия Бога. Священное Писание, которое не разрушается тысячелетиями, невозможно разрушить, и ведет за собой людей. Первый признак присутствия Бога. Его это Священное Писание принес необычный человек. Он показал, доказал всем свою необычность необычными деяниями. Два. Это Священное Писание, и этот путь делает людей святыми. И описывается жизнеописание этих святых, что они действительно были святыми. Это признак того, что это от Бога. Три. Каждое направление веры дает особое и необычное отношение с Богом, которое нигде нельзя встретить. Допустим, я когда вижу, как суфи танцуют, вот, кружатся. Это нигде не увидишь больше, и это их настроение. Больше никто не может так чувствовать Бога, как они. Или, допустим, как, допустим, крестьяне, вот, поют о Боге. Вот у них такое скорбное пение, такое чистое, возвышенное. Это больше ты нигде не увидишь, только там. Это особое, необычное отношение с Богом. Это признак контакта с Богом. То есть, вера создается для того, чтобы создать необычное, глубокое чувство любви, которое имеет свое какое-то особое настроение. И вот для этих особых настроений созданы разные веры. Кому что, допустим, хочется могущество Бога испытать. И тогда Бог предстает перед ним, как Аллах. То есть, могущественно, говорит Аллах, Акбар, Он велик. То есть, человек становится бесстрашным, сильным, влиятельным, могущественным. И такому человеку даже разрешено несколько жен иметь. Потому что он хочет такие отношения с Богом строить. Он хочет быть сильным, могущественным. И поэтому эти люди, они обретают бесстрашие. Они даже смерти не боятся такого влияния Бога. Но если они это используют против людей, тогда им не помогает вера в Бога. Приходится идти в ад за это. Понимаете, да? Другой вариант. Человек, допустим, любит Бога, как того, кто жертвует себя всем. Кто смиренный, кто сострадательный, кто самопожертвенный, бескорыстный. Хорошо, тогда Бог предстает уже по-другому в виде Иисуса Христа. И человек Ему поклоняется в этом образе. Понимаете? То есть, Бог один, но разные образы. И люди в основном не сильно развиты для того, чтобы это понять. Они в основном считают, что Бог только в моей вере есть, только в моей традиции. И все остальные заблуждаются и начинают воевать, ругаться с ними. Это признак... Ну что, верующий человек? Верующий, чистый, чистый, возвышенный, возвышенный, святой, может быть, даже святой. Но неразвитый в более широком представлении о Боге. О Боге. И это проблема. Особенно в наше время, когда все... Ну... Когда нет монокультуры. Вот сейчас в мире нет монокультур практически. Даже Турция, там Иран, Ирак, где были монокультуры, они уже разбавляются очень быстро. Поэтому люди должны учиться признавать, что Бог есть в других традициях, чтобы сохранить мир на земле. Раньше не было это так актуально, а сейчас очень актуально. Итак, кто такой Бог и как с Ним строить отношения? Это ваш личный выбор. Прийти к этому непросто. Сначала вы поймете, что Он есть и что Он счастье. Потом вы поймете, что Он все-таки где-то и как-то. Потом вы поймете, что Он кто-то. То есть это требует времени, развития. И только когда человек приходит, уже в развитом состоянии, он принимает веру какую-то. Вера это не... Знаете, как в мультиках показывают, вот там эти... Мультфильм, этот... Ледниковый период. И там вот такой танец есть этих... И они все одинаково все делают такие. И часто люди, верующих людей, воспринимают, как таких зомби, которые вот все делают все одинаково, как эти. Вот. Это неправильно. Вера предназначена для образования. Цель любой религии – это образование, как строить отношения с Богом. Вот в этом цель. И ты можешь не носить никаких одежд особенных. А просто вот ты получаешь это образование, и оно тебе помогает строить отношения с Богом. Вот это и есть вера. А все остальное – это вторично. Хочешь носи одежды, хочешь – не носи. Вера превращается в культуру. Когда люди живут на одном месте каком-то, они верят в Бога. У них культурные традиции. И культурные традиции рождают способ поведения, мышления, отношений. Вот, допустим, взять, допустим, вот здесь это место. Оно основано на культурных традициях, и ты не можешь это не принять. Если ты это не принимаешь, здесь у тебя ходу твоей жизни не будет. Вот, допустим, человек в мусульманскую страну приехал, и он не уважает культуру мусульманскую, означает веру. Да не может он там развиваться нормально, хоть что вы мне скажите. Он должен уважать эту веру сначала, потом культуру этих людей начать уважать, а то после этого у него там нормальная жизнь будет. Иначе он никогда там не будет нормальной жизни у него, никогда. В Россию человек приехал, ему надо христианскую культуру уважать, веру этих людей уважать, которые здесь живут. И только после этого у тебя что-то здесь пойдет нормальная жизнь. Это знаете, с чем сравнивается? Это сравнивается с тем, как собака принимает своих и чужих. Вот смотрите, допустим, взять собаку, да? Так и энергия власти действует. Вот, допустим, вы никогда не приходили домой к другу, но вы его очень любите. Это ваш друг. И перед вами его собака злая. Ну, гавкать любая собака будет, это понятно, это ее долг. Кусать она вас будет или нет? Вы друг, вы любите этого человека. Она будет вас кусать? Нет, потому что вы не чужой, вы свой. Свой означает любить человека. Точно так же человек, если он культуру любит, то его никто, ни милиция не покусает, ни какие другие структуры власти, потому что они чувствуют, что свой человек, свой. Они только чужих кусают, понимаете? Ну, напедокурил, как-то накажет, но вот просто так, только если чужой. Это культура. А есть еще национальные традиции. Национальные традиции основаны уже на вере и культуре. И эти традиции, они упрощают жизнь. Допустим, человек говорит, у меня такая традиция, поэтому я, допустим, такой-то веры. Он говорит, я, допустим, татарин, поэтому я мусульманин. И по-другому быть не может, он так говорит. По-другому быть может. Можно любую веру выбрать любому человеку, любой, как бы, нации, нет проблем. Но так лучше. Вот если ты татарин, все татары, мусульмане, вот так тебе будет лучше жить. Тебе легче будет общаться. Вот эта вера для тебя проще. Но если человек не может, вот ему хочется другую веру. Ну, ради Бога. Будет сложнее, но тоже можно. Бог не запрещает. Понимаете? Это индуизм уже. Это из лона индуизма пришла вера. А все секта. Все секта. Секта это группа людей, которые верят как-то по-своему. Да все секты. Вот смотрите, допустим, христианство началось, допустим, как секта. Они были изгои, то есть. Да ладно, прекратите. Сейчас культура целая, христианская. Мусульмане тоже, когда они начали поклоняться Богу, когда пришел Мухаммед, их не принимал никто как какая-то вера, культура. Они говорят, вы что, вероотступники, вы как бы предаете традиции своих предков. Им говорили. Их даже мучили там за это, понимаете. Но Мухаммед пришел для того, чтобы дать что-то новое, прогрессивное. И потом мусульманство распространилось по всему миру, перестало быть сектой. Уже все знают, что это как бы правильная традиция. Вот. Точно так же веды тоже, они пять тысяч лет назад пришли на землю. И тоже как бы не все принимали сначала, потом приняли. Если уж говорить о сектах, то секта означает, что люди делают несколько вещей. Первое. Они ненавидят другие духовные традиции. Это признак сектантского мышления. Ненависть к другим традициям. Только наша хорошая, все остальные грешники. Вот это чистая секта. Второе. Если уж говорить о таких извращенных уже понятиях секта, ну извращения уже пошли, то дальше идет следующее. Все брось, брось жену, брось свою квартиру, отдай Богу и предайся. Живи как монах, забудь свою жизнь мирскую как бы и предайся. А вот тебе представитель Бога и он твой господин, а ты его раб. Вот это уже секта. А? Это бизнес. Это факт, что это бизнес, но вот это, если говорить секта, то вот так. Начинается сектантское мышление с ненависти к другим верам. Вот это признак секты. Вот. Он заканчивается вот тем, что человек теряет себя как личность. Его начинают эксплуатировать, вытягивают с него деньги, заставляют бросить жену там и так далее. Это сектантский. С этим надо бороться. Или, допустим, вера начинает использовать религиозное знание с целью политики. Вот, допустим, человек читает лекцию о духовной жизни, все правильно, сохраняя семью и т.д. и т.п. И так потихонечку людям говорит, что власть это ерунда, надо ее свергнуть там и так далее. Это тоже секта. Потому что, когда настроение, желание любить Бога, люди используют с целью разрушения того, что есть, культуры, власти и так далее. Это чистая секта. Так нельзя делать. Надо любить культуру тех людей, которые здесь происходят, есть, которая сложилась уже тысячелетиями. Надо власть уважать, поддерживать ее. А религиозное знание духовное нужно использовать, чтобы людям помочь жить нормально. А куда они пойдут дальше, это их выбор. Если ты тайком как бы тянешь людей в свою веру, это тоже неправильно, это насилие. Даже Бог не тянет людей в свою веру. Он дает выбор всегда. А если человек потихонечку как бы тянет, это насилие. И этого никогда нельзя делать. Это вызывает протест у всего общества, у властей и так далее. Но это фанатизм есть у всех верующих. Каждый хочет к себе притянуть. Но мы должны все равно учиться уважать культуру, веру других людей. Я за 20 лет чтения лекции понял одну вещь очень глубоко. Что лучше, если человек остается в своей вере. Не меняет ее. Что лучше, это лучше для всех, кстати. Для всех. Даже когда человек приходит в другую веру, он там тоже большой пользы не приносит. Что он бросил свою, он и там будет тоже вредительством заниматься. Свою бросил и эту бросит тоже. Он будет метаться и везде все разрушать. Вот если человек атеист, то он постепенно становится верующим, ведет какую-то веру. Это нормальный путь. Но если он выбрал веру, надо оставаться в этой вере. Если выбрал жену, оставайся своей женой. Если выбрал страну, живи в своей стране. Исключения бывают. Но они приносят всем беспокойство. Человек эмигрантом стал, выносит всем мозги, ему выносят мозги и постоянные проблемы. Жену бросил, опять проблемы. Веру поменял, опять проблемы. Сам себе создает проблемы, потому что он не знает, как правильно жить. Если вы говорите, я в своей вере не могу получить знания. Это значит, что вы никогда и не пытались. В каждой вере есть знания. Иначе зачем ей было существовать? Если вера существует несколько тысяч лет, значит она имеет знания. Просто ты не умеешь получать в ней знания. Это уже другой вопрос. Твои проблемы. Так ради Бога, изучайте все. Это у нас есть примеры. Лев Толстой такой пример. Конечно, были противники, против его такого подхода. Но он был очень прогрессивный человек. Он все веры изучал, везде брал самое лучшее. Сурожский, допустим, Антоний. Современник уже. Он изучал все веры. Один, допустим, человек ругал веды. Вот Сурожскому написал письмо, что вот это плохо, там туда-сё. Вот. Ну, тот ему в ответ написал высказывание. Где это, в каких священных писаниях наших вот это высказывание? И ему тот друг написал, это вот отсюда, это отсюда, это отсюда. Он ему ответил. Дал ссылки. А Сурожский ему в ответ написал письмо. А вот это Бхагавадгита, а вот это Упанишады. То есть, он мне высказание из вед прислал. Они из... И тот понял, что везде одно и то же. Он ему говорит, так это наше высказание. Тот говорит, вот именно, что там то же самое, что и здесь. Всё. Есть какие-то особенности. Это факт. Но для этого люди выбирают свою веру, чтобы ей эти особенности больше нравятся. Но суть одна и та же. Не убей, не бросай жену, люби Бога. Будь честным там и так далее. Все заповеди одинаковые везде. Просто культуры разные. Разные способы восприятия. Кто-то человеку надо танцевать, чтобы Бога понять. Кому-то надо на коленях стоять. Кому-то нужно каяться там. Кому-то в цепях ходить. Там все по-разному. И всё это хорошо. Кому-то человеку надо на коленях стоять.